МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Уютный двор. В центре города образовалась свалка, расположенная напротив подъезда жилого дома. Место облюбовали бездомные. Небольшой куш. Рязанец совершил налет на микрофинансовую организацию. Путешествие с ружьем. Росгвардия напомнила владельцам оружия о правилах его хранения и транспортировки. О гарантийном ремонте проезжей части и развитии уличной дорожной сети говорили на рабочей группе по вопросам дорожного хозяйства. Больше всего ордеров было выдано городскому водоканалу и львиная доля уже закрыта. За свой сектор работы отчитались и другие должники. Максим Васильев далее. Гарантийный ремонт дорог – первая строчка в списке благоустройства уличной сети. Режим переклички сегодня, наверное, самый действенный формат работы с теми, кто обещал, но пока не сделал. Городской водоканал по понятным причинам гарантийных ордеров набрал больше остальных. Ремонт водопроводов – штука не менее важная, чем дороги. Вот только возвращать асфальт в первоначальный вид удается не всегда. За это предприятие немного пожурили. У Гургаза и электросетей ситуация лучше, но и здесь есть элементы безответственности. Подрядчики подводят, заказчики краснеют на рабочей группе. А по закону заставить их отработать может только суд. Принимается замечание. По трём артеналу, гардераму на спецназии и судебные перспективы три подрядные организации. Вираж района Гриба-Ютова, электролома в Медвестной Турлице дополнительно сообщу и технокома в районе нашей в Медвестной Тепло-Магистре. Судебные перспективы теперь на горизонте всех подрядчиков, вовремя не закрывших гарантийные ордера. Таких в Рязани хватает. Общественный контроль и вывод их недоделок в публичную плоскость станет явным ударом по репутации. Этим власти сейчас и займутся. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Двор превратился в мусорный полигон. Так говорят рязанцы об образовавшейся свалке около дома на улице Циолковского. Мусорные баки оказались прямо на зеленой зоне напротив одного из подъездов. Вокруг них скопились горы крупногабаритного мусора. Достопримечательность облюбовали бездомные, которые устраивают посиделки напротив подъезда жилого дома. Это видео прислали местные жители дома номер 2, дробь 6 на улице Циолковского. Во вторник мусорные контейнеры были переполнены. В среду с утра их вывезли, но основная проблема не исчезла. В начале мая баки оказались прямо напротив одного из подъездов жилого дома не более чем в 15 метрах от него. Это связано с тем, что соседняя ТСЖ Есения затеяла реконструкцию дворовой территории домов, расположенных на улице Есенина. Под ремонт попала и площадка для мусорных баков. По словам жильцов дома на Циолковского, контейнеры бесцеремонно были перенесены на их зеленую зону без каких-либо согласований. Я вообще не понимаю, как можно. У нас штрафы выписывают, если даже автомобили паркуют, да, на газонах на зеленой территории. А здесь его просто уничтожили. Там насыпали им уже мусор строительный, я не знаю, это щебенка или еще что-то сыпали. То есть здесь у нас часть газона уничтожена просто. Местные рассказали, что при строительстве этих красных домов жители Хрущевки лишились детской площадки, так как зеленая зона частично перешла под новую застройку. Теперь они вынуждены гулять с детьми в соседнем дворе. А сейчас первое, что видят жильцы, выходя из подъезда, эту свалку. Запах стоит, когда дождь все разливается у нас здесь. И картина ужасная просто. Но я понимаю, что все надо понимать, конечно, там ремонт и все остальное, но это уже затягивается на второй месяц. Вы видите, никаких работ не ведется, все как брошено, ни техники, ни рабочих нет. И так вот уже неделя, никого здесь нет. В то же время в ТСЖ Есения ответственным за реконструкцию двора пояснили, что работы на днях закончатся и заверили, что мусорные баки будут убраны. Ну, буквально еще 2-3 дня. У нас как раз идет работа по мусорке, и мы все оттуда заберем. На прежнее место двор перекроется, все закроется. В ТСЖ также пояснили, как они собираются решать проблему с вывозом крупногабаритного мусора. В Капронску, да, я уже заявку сделала. Они обещали вывезти. Это же они вывозят. И крупногабаритный они вывозят. Этот двор сквозной и соединяет улицы Циолковского и Есенина. Вишенкой на торте для прохожих и местных жителей теперь стали бездомные. Они облюбовали стихийную свалку. Собираются бомжи, тут у них, видите, какая удобная территория, выпивают, общаются, тут крики стоят. Я не скажу, что они там к людям не пристают, естественно, но сама эта вся картина очень впечатляющая. Жильцы дома на улице Циолковского хотят одного, чтобы мусорные баки скорее вернулись на прежнюю площадку. А между всеми близлежащими домами выстраивались добрососедские отношения с уважением к жильцам. Они также надеются, что газон и бордюр будут приведены в порядок. Тем же ТСЖ Есения. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пока мошенники пытаются заработать, наживаясь на невнимательных гражданах, налетчики тоже не дремлют. Видимо, решив, что банки грабить бессмысленно, мужчина вломился в микрофинансовую организацию. Происшествие попало на видео. Вместо маски солнечные очки, а оружием встал нож. Такой он налет по-рязански. Причем мужчина наверняка был уверен, что цель выбрана хорошая. Офис фирмы по выдаче микрокредитов в центре Рязани. Правда, куш с такой фирмой не то чтобы большой. Сколько денег похитили? Порядка двух тысяч. И цифра слегка завышена. На деле из кассы фирмы удалось похитить только 1900 рублей. После налета мужчина скрылся, а работницы обратились в полицию. По записям с камер наблюдения оперативники отследили путь налетчика. Оказалось, дорога привела его в пятийное заведение. А местные работники вспомнили, что для этого посетителя вызывали такси. Проследив пути от хода злоумышленника, полицейские установили, что он может скрываться в поселке Искра Рязанского района. Также оперативники выяснили, что разыскиваемый нередко посещает один из магазинов поселка. Выставили рядом пункт скрытого наблюдения и когда мужчина вошел в торговый зал, задержали его. Налетчиком оказался 29-летний житель Забайкальского края. Он уже был неоднократно судим за грабежи. А до задержания находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ограбления в Чите. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой. Максимальный срок по этой статье 8 лет. Валерий Седов, телекомпания «Город». С начала периода отпусков сотрудники управления Росгвардии напомнили охотникам, спортсменам, частным охранникам, стрелкам-любителям, коллекционерам и другим владельцам гражданского огнестрельного оружия об условиях его хранения и транспортировки. Как и раньше, остаются прежними общие правила безопасной перевозки и хранения гражданского ствола и патронов. Перевозить или переносить длинноствольное оружие можно только в разобранном виде, если оно подлежит разборке. В чехле и отдельно от патронов, незаряженном. Пистолет в кобуре. При наличии разрешения на право хранения и ношения оружия владелец имеет право брать указанное оружие с собой на всей территории Российской Федерации, за исключение режимных и закрытых территорий и объектов. Оставляя оружие на время отпуска дома, достаточно запереть его в сейф и забрав ключи с собой. Сам сейф рекомендуется закрепить, чтобы исключить кражу оружия вместе с ним. Во время следования в отпуск оружие запрещается оставлять в автомобиле, на стоянках при гостиницах. При длительных ночевках в гостиницах рекомендуем воспользоваться услугой сейфа. Если такой возможности нет, то оружие всегда должно находиться под присмотром владельца. Олеся Котровская, телекомпания «Город». День защиты детей отмечают все ведомства. Судебные приставы не остались в стороне. В первых числах июня у них проходит ежегодная информативная акция «Судебные приставы детям». С подробностями наш следующий сюжет. Мужчина на фотографии приехал из Санкт-Петербурга в Рязань. Притом, если прибыл он на своем Хиндай-Акцент, то обратно вернется уже без него. Машину он отдал в счет погашения долга по элементам. В отделении судебных приставов по Сасовскому-Петялинскому району в январе 2021 года был объявлен в розыск гражданин М и скрывался за пределами региона. Однако в конце мая судебный пристав-исполнитель смог связаться с разыскиваемым и принудить вернуться для погашения имеющей задолженности в размере 165 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего сына, также погасив исполнительский сбор в пользу государства. Это только одно из исполнительных производств о взыскании алиментов по Рязани. Всего таких дел больше 5,5 тысяч. Работа по ним ведется постоянно. А в первые дни июня Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области проводит ежегодную акцию под названием «Судебные приставы детям». Цель акции «Судебные приставы детям» – это привлечение внимания общественности и представителей СМИ к проблеме взыскания алиментов. Во время акции сотрудники органов принудительного исполнения, продолжая повышать эффективность работы по взысканию алиментов, проводят рейдовые мероприятия по поиску должников и оказывают обратившимся бесплатную юридическую помощь. Таким образом, за 4 месяца 2021 года с должников было взыскано более 30 миллионов рублей алиментных платежей. Всего в Рязани насчитывается почти 2000 таких должников. На многих из них наложены разного рода ограничения. Аресты на имущество, им запрещено водить машину и многое другое. Самое суровое наказание для 94 из них – уголовные дела, которые уже возбуждены по статье за неуплату средств на содержание детей. Управление службы судебных приставов напоминает, что о своих долгах можно узнать через сервис «Банк данных», на сайте ведомства и через мобильное приложение «ФССП». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на сайте город62.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова